Всем привет дорогие друзья, с вами Мэтт Скрим. Сегодня грандиозное открытие от 2000 свитков с аккаунта Калича. Но данное видео я бы хотел начать с очень важной информации, которую я опустил в своем обзоре. Так сказать, дезинформацию вам выдал в пятничном обзоре. Значит смысл в том, что данные благословения обменяются на перья только у тех людей, которые откроют все 6 героев. Соответственно это смогут сделать только те люди, которые накопили огромное количество свитков и также задонатили в игру. Поэтому если вы к примеру не открываете 6 героев, то в любом случае тратьте благословения, потому что скорее всего они будут меняться не на перья, но это 100% не на перья, а просто за золото вы их сможете продать. Поэтому не теряйте данные благословения, меняйте на героев. Вам нужно всего 200 свитков для того, чтобы открыть 2 героев из обычных фракций и получить на шару Горуду и также дополнительно фейерверки плюс элитного героя. В общем все очень вкусно, поэтому еще раз извиняюсь, что так получилось, но у всех бывают ошибки. Итак друзья, теперь мы переходим к самому главному событию данного видео. Мы будем открывать 2000 свитков, будем надеяться, что на данном аккаунте мы все-таки заберем 9 копий для того, чтобы сделать сразу керри на 15 звезд. И прямо на этом аккаунте я ее протестирую вместе с вами. Я думаю, что это будет просто нереально крутой контент. Поэтому приступаем к открытию. 364 свитка у нас должно остаться. Поехали. Я думаю, что данное открытие займет огромное количество времени. 2000 свитков это реально немало. Если на прошлом событие нового года можно было хотя бы скармливать героев, помните вот это распыление новогоднее, то здесь же их нужно будет крафтить и также скармливать, но уже в обычный алтарь. Но на самом деле, учитывая то, что сейчас в обычном алтаре нам дают Аман Рашку и Аиду, то скармливание в обычный алтарь не такое уж и плохое. Поэтому я думаю, что мы немного потеряем. Самая главная цель все-таки найти копии керри. На данный момент никакой ценной копии мы не получили, но это в принципе нормальное явление на открытии свитков. На реддите, кстати, один человек открыл 9 копий за 1700 свитков. Ну, точнее, получил 9 копий керри за 1700 свитков. Это прям нереальное везение. То есть, получается, ему даже не нужно открывать полные 4 круга для того, чтобы скрафтить полностью героя. Но я думаю, что он до 4 круга все-таки добьет, потому что на данном событии у вас повышенный шанс выбить данного нового героя. А новый герой, он очень-очень сильный. Он прям переворачивает мету абсолютной игры. Это, как знаете, новая страница вообще в PvP в данной игре. Кстати говоря, пока открываем свитки, можно затронуть тему нового артефакта, который дает нам здоровье, скорость максимальную и повышение шанса контроля вашего героя, того героя, на котором он экипирован. И данный артефакт лучше всего раскрывается вот в нынешней мете, я думаю. Это Unimax, потому что у него базовый шанс контроля не такой большой. Его провокация это контроль. И первая керри, друзья, нам прилетает. Первая копия за довольно малое количество свитков, я бы сказал. Это отличное начало для нас. Одна копия уже есть. Просто нереально круто. Нам нужно еще пять копий получить, помимо стопроцентных. Так вот, что касается нового артефакта, то топовые герои для него это Unimax, как я и сказал, для повышения шанса прохождения его провокации, которая также, кстати говоря, контрит нового героя керри. Потому что ее ульта, она прям абсолютно, я бы сказал, аннигилирует противника в первом раунде. И Unimax, он будет быстрее, чем герой керри. Так как у него сразу заряжена энергия, и мы ему можем экипировывать артефакт со скоростью. И, как я и сказал, это очень круто. Прям вот новый артефакт прям как будто для него сделан. То есть, они выпустили Unimax вместе с короной, но корона не так жестко выглядит, как Жезл Жуи. Так, из нынешней меты я, в принципе, не могу больше никого вспомнить. То есть, его можно экипировывать еще на Амун Рашку. То есть, если, к примеру, у вас нет Unimax, а можно использовать на Амун Рашке, для того, чтобы у нее прям вообще стопроцентный шанс контроля был. Это тоже очень круто должно выглядеть. Я, например, на основном аккаунте использую Амун Рашку с билдом на скорость. Именно артефакт на скорость использую. Потому что в некоторых моментах это очень сильно выглядит. По отношению к билду с энергией в первом раунде. На данный момент, насколько я понимаю, мы открыли примерно один круг. И по статистике так и получается, что за один круг мы получаем одну копию нового героя. Ну, так не всегда, но в большинстве случаев. По остальным героям пока ни Гарут, ни всего остального не дает. И что касается еще нового героя, я думаю, что сейчас билды изменятся на артефакты со скоростью. То есть, будет меньше билдов с артефактами на энергию из-за нового героя. Самое забавное, то что Зилс уже показал двух керри в команде. И он отметил, что две керри в команде, в принципе, никак друг друга не усиляют. Это просто повышает немного стабильность вот этих меток. Потому что они снимаются очищением. Это не контроль, кстати. Это обычная метка, как и у Аиды, которая снимается просто очищением вашего героя. На нее не влияет сопротивление к контролю и все остальное. Поэтому метка очень-очень серьезная и очень сильная. Выпадает нам пока пятизвездочный корм. Но второй копии керри пока не наблюдается. А плохо. Вторая керри. Ура, друзья. Вторая керри. Пока все четенько. Мы идем. Просто отлично. Хотелось бы увидеть на данном открытии, на данном аккаунте, какие-то прям грандиозные открытия. Десяти свитков, как у многих случаются. Там две керри какие-то увидеть или керри плюс какие-то другие крутые герои. Ну, в общем, вы понимаете, о чем я. На самом-то деле, на данном аккаунте, на данный момент не хватает корма для прокачки 15-звездочной керри. То есть это можно сделать моментально только в том случае, если разобрать пенни. 15-звездочную максимальную пенни. Но в таком случае мы теряем ресурсы, которые затрачивались на прокачку данного героя. Поэтому это не совсем выгодно, потому что ресурсы сейчас впритык. Но если мы рассматриваем позднее пвп, то пенни там объективно сейчас проигрывает. Особенно с новым героем. Ну, пенни на самом деле не так проигрывает. Вообще, если мы разбираем нового героя, с ней будут рулить, точнее против нее будут рулить те герои, у которых сильные обычные атаки. К таким героям у нас относится как раз таки пенни, потому что у нее довольно сильная даже обычная атака. Тара. Тара тоже имеет офигенную пассивку. Последнюю пассивку, которая наносит урон по всем с обычной атаки. Помимо этого, Аспен тоже имеет хорошую атаку, но он атакует с обычной атаки только одного противника, но он также с нее и отхиливается. То есть Аспен в принципе не особо страдает. У него с обычной атакой еще 100% шанс вызвать ужас, поэтому я думаю, что Аспен довольно хорош сейчас будет против керри. Ну и так на вскидку сейчас не вспомню кто еще, но я думаю по течению времени это будет уже понятно. Я кстати знаете о чем сейчас задумался? Мы кстати говоря приближаемся к двум кругам примерно. Я думаю, что вот на данный момент мы закрыли примерно два круга и получили две дополнительные копии. Пока все по статистике, но нам нужна одна дополнительная копия бонусом. Потому что если мы открываем четыре круга и получаем дополнительно четыре копии, то у нас не получается 15-звездочный герой. Так как на 15-звездочного героя нужно 9 копий, а не 8. Так вот, я еще подумал о такой теме, что они не сделали на данном событии дополнительные бонусные награды за крафт нового героя. То есть ввели очень много событий, но вот этого достижения, как было на Унимаксе, на той же Таре, давали за крафт 5-звездочного, точнее за получение 5-звездочного героя, за получение 6-звездочного нового героя и за получение 10-звездочного. Довольно вкусные награды с перьями. На Кэрри такого нет, потому что они понимают, что новый герой это и так в принципе офигенный подарок, так сказать, на Новый год. Особенно для тех, кто копил свитки. В самом деле, помимо двух Кэрри, мы толком ничего хорошего по копиям не получили. Никакой Горуды там, не говоря уже за Аиду или Амун Рашку, я вообще их, по-моему, никогда не выбивал. Еще одна Кэрри, ура! Это очень хорошо, довольно быстро она выпала, третья штучка. Это очень круто. И также пятерка кормовая в виде Драгон Слэйра. Но еще раз повторюсь, нам нужна бонусная Кэрри. То есть одной Кэрри за один круг нам недостаточно. Нужно хотя бы, чтобы на одном из кругов выпало две Кэрри. И я уже тогда буду разговаривать с владельцем данного аккаунта, пылить все-таки Пенни или нет. На данный момент у нас примерно проходит 2,5 круга. Приближаемся к концу третьего круга. У нас уже имеется 3 дополнительные копии. И нужны еще 2. Хоть раз нам повезет. Прибудет с нами удача и мы получим что-то сверх нереально крутое. Хотя бы на данном аккаунте. Потому что здесь, к примеру, на арбы вообще не везло. Ну пятерок довольно много на самом деле падает. Постоянно на корм что-то прилетает. Это довольно хорошо. Вы, кстати, не видите, но вне видео я крафчу огромное количество героев. Просто нереальное. Так как здесь были еще осколки с открытия арбов и со всего остального. На данном аккаунте закрываются... Кстати, Хорус прилетает. На данном аккаунте постоянно закрываются 4 круга арбов. Потому что они, в принципе, довольно просто копятся. А плюс здесь много доната. Что касается свитков, то они закрывались только на прошлом событии и на вот этом. Я, кстати говоря, так подозреваю, что может хватить корма даже с нуля выкачать кэри на 15 звезд. Потому что, еще раз повторюсь, с прошлых арбов был оставлен немного корм частично. Плюс у нас здесь почти 20 героев уже сверху в дополнительной шкале за свитки. И, помимо этого, с самих свитков довольно много корма прилетает. Плюс крафтится очень много корма. Поэтому пока все хорошо. Все идет по плану. Но нужны еще копии кэри. Пожалуйста, игра. Так, друзья. Ну, нужна срочно копия кэри. Потому что это никуда не годится. Мы на открытии тары не получили достаточное количество копий. Но если бы этого не произойдет из кэри, то это будет полный фейл на самом деле. На данный момент открыто 3 круга и 141 свиток. Сверху продолжаем наше открытие. И нам нужна срочно копия кэри. Потому что на данном круге нам нужно вообще 2 копии для того, чтобы скрафтить ее на 15 звезд. Пока уже не все идет по плану. В общем, нам уже, я бы сказал, не особо везет. На прошлых кругах мы получали ее довольно быстро. Почти в начале или в середине круга. Отлично! Копия кэри. Это четвертая дополнительная копия. И нам просто кровь бизнесу и нужна еще одна. Пожалуйста, игра. Держу кулаки за данную копию. Мы хотим увидеть нового героя на 15 звезд. Я тебя умоляю. Самое забавное, что на событии никак ее нельзя получить даже за донат 100%. Насколько я помню. И мы ее можем выбить только со свитков. Да смок нам прилетает. Корм тьмы. Пожалуйста, игра. Кэри еще одну. Итак, друзья. Остается 180 свитков. Получается, что сверху на шкале у нас должно быть 24 940. 180 свитков и последняя копия кэри нам прям очень сильно нужна. Так, Слиплесс. Вся, но это не то. Уже вот за последние свитки два корма тьмы прилетело. Но это все не то. Решающая финишная прямая. Кэри, ура! Друзья, мы получили достаточное количество копий для того, чтобы скрафтить ее на 15 звезд. Все, друзья. С вас лайкос. А с меня видео с тестами нового героя в топовом эквипе, с топовым билдом. Я думаю, что будет офигеннейший контент. Будем разрывать весь сервер с помощью данного героя. Покажу, на что он способен. Да, я думаю, многие уже, кто интересовался, успели посмотреть. Блин, это просто нереально круто. Мы получили. Наконец-таки на этом аккаунте повезло. И прям под конец мы получили нужную копию. Сейчас нужно перепроверить. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, это не пятая. Но я думаю, что все-таки пятая. Будет ли еще одна копия? Может быть, нам повезет прям вдвойне. Нет. К сожалению, последние свитки не приносят нам ни одной пятерки. 364 свитка у нас остается. Смотрим, что у нас получается по героям. Итак, пожалуйста. Надеюсь, я не ошибся. Да, я не ошибся. Пять героев у нас напрямую со свитков. И сейчас мы получаем с почты абсолютно все награды за 4 круга. И не только. Давайте смотреть, что нам прилетает. Вот, 4 копии керри. Это в сумме 9 копий получается. 60 перьев были. Много арбов. И в принципе все. Друзья, я очень доволен. На данном аккаунте планируется самая пушечная команда, которую вы сможете вообще увидеть в PvP. По крайней мере, амбиции очень большие. И я думаю, что все получится. Конечно же, данная команда будет с новым героем. Поэтому, если ждете тестов, сейчас я буду думать, как же ее правильно здесь крафтить. Возможно, хватит корма, так как корма очень-очень много. Вы посмотрите, сколько пятерок, сколько здесь манекенов и всего остального. Это просто жесть. И помимо этого, там еще пятерки в сумке лежат, которые можно открыть. Вот по корму леса вообще просто жесть варится. И, кстати говоря, мы со свитков не получили ни одной Горуды и ни одного Оберона. Не говоря уже, как я и говорил, за Аиду, Аманрашку и все остальное. Все, друзья. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить тесты нового героя максимального. Ставьте пальцы вверх, если понравилось открытие свитков. Пишите также, что вы выбили со своих свитков, со своего открытия. И увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok